Друзья, привет! Всем привет! С вами компания Руфер. В данном видеоролике мы с вами сделаем обзор монтажа подкроильной изоляции. Покажем вам небольшие детали и нюансы монтажа. Мы пригласили на наш объект технического специалиста компании Дёркин Игоря Балабанова, который нам отдельно покажет моменты по монтажу подкроильной изоляции. Вкратце сейчас вам покажу наш объект и, собственно, покажем материал, который мы используем на данном объекте. Вот такие вот у нас имеются зоны. Здесь у нас одна эндова, крыша у нас сложная. Здесь у нас пошла уже, соответственно, вторая эндова. Такие вот места, они наиболее уязвимы в плане изоляции, водоизоляции. И, собственно, на них надо обращать особое внимание. Также, друзья, работы мы проводим в зимний период. Видно, вот сейчас пошел как раз небольшой снежок прошит. Нужно выбирать качественные подкроильные материалы. Вот здесь вот есть наледь, лежит снег. Но мы гарантированно, уверены в том, что у нас вот этот материал выдержит, поскольку у него очень хорошие технические характеристики, хорошая плотность материала. Также он имеет армированный дополнительный слой. И, собственно, мы здесь будем абсолютно герметичны. И материал у нас в процессе производства работы не повредится. Вкратце о материале. Сейчас о материале попрошу пару слов у Игоря рассказать. Игорь, расскажите немножко нам о данной пленке. Эта пленка из нового семейства наших подкроильных материалов. Называется Delta XX Plus с индексом S. S означает Strong. Strong – прочный. Этот материал, как уже было сказано, он имеет в себе армирующую сетку. Это пленка с очень высокой прочностью на разрыв. Вот сейчас ноябрь и уже конец ноября. Снег, может быть, очень сильный ветер, но мы знаем, что, несмотря на то, что мы применяем укрывные пленки, которые снимают часть нагрузки с пленки гидрозолюционной, все равно есть возможность, что под пленку надует, под, вернее, укрывной материал надует снег. И он будет лежать на пленке и продавливать ее. Для того, чтобы она при этом не потеряла своих свойств, чтобы нигде не появились никакие порванные участки, чтобы она осталась полностью гидроизоляционной, материал должен быть с повышенными прочностными характеристиками. Еще один момент немаловажный. Это то, что у этой пленки, как и у других пленок из нашей новой линейки, есть встроенные клеевые полосы. Это специальный клей, и нанесен он специальным образом. Позже об этом поговорим. Но можно сразу показать, что с одной стороны клей идет сплошной, а с верхней стороны он нанесен такими специальными полосками, для того, чтобы, когда идет склейка, оттуда спокойно выходил воздух, не образовывалось пузырей, которые будут мешать склейке. Так вот, это особенный клей, который даже сейчас в минус 6, если мы будем склеивать, то он прям за мгновение склеится и уже не разорвется никогда. Чего нельзя сказать о других материалах, которые приходится порой применять, например, клея в тюбике, надо ждать, пока они засохнут, или ленты, их нужно лучше подогревать в такую погоду. Это очень надежное решение, отлично, что вы применяете такой материал на своих объектах. Сейчас мы поднимемся на кровлю и проработаем узел яндовый. Будем использовать специальный клей. Я думаю, что это решение будет впервые применено вообще. Уверен, что вам всем очень понравится. Ну что ж, пойдемте на крышу. Пойдем. Вот здесь вот у нас как раз имеется индонная стропила. Друзья, обратите внимание, предварительно, когда сращивали доски, вложили специальный джут, чтобы у нас в местах сращивания не было никаких вот мостиков холода. Сейчас Игорь готовит основание, очищает от снега, от льда. Предварительно Игорь подготовил два вот таких вот небольших кусочка. из мембраны. Игорь, для чего они нужны? Мы защищаем торец вот этих вот яндовых брусков, для того, чтобы никакой конденсат сюда не попадал, и чтобы дерево дольше служило. Ну, сохранить целостность их, по сути. Игорь. 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 Я ин 케이ствен doeck, и остановил два вот, что мыお願いанили вместе. Государства those legal нахватting, и сломаны кушать, Уfar. собственно что у нас получается складываем просто конвертом формируем складки и соответственно оборачиваем брусок вот таким вот способом здесь он будет еще у нас установлен капельный конденсат и металлическая планка по краям страна умеем и поставим чуть позже подсунем под пленку и соответственно все проклеим перед монтажом самой пленки нужно убрать снег и налить деревянных элементов которые мы покроем клей delta easy fix это контактный клей на акриловой основе в форме аэрозоля то есть он наносится как дезодорант это бывает очень удобно например сейчас мы будем формировать пленку в зоне ендовы и задача состоит в следующем что пленка должна очень подробно обходить этот брусок то есть не надо такие формировать воздушные полости пленочка должна полностью плотно прилегать с каждой стороны чтобы это сделать обычно приходилось укладывать с каждой стороны вдоль этого бруска еще два дополнительных на пленку чтобы образовался угол 90 градусов но сегодня мы попробуем эту же задачу решить проще и быстрее с помощью клея delta easy fix и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Этот узел выхода яндовы на скат очень интересный, очень бывает сложный. Здесь еще сюда приходит перелом кровли. В совокупности получается такой непростой узел. Вниз под яндовую пленку был установлен вот такой кусочек материала, который также был приклеен на Delta Easy Fix. И вот он, условно говоря, как обои сейчас держится сам по себе. Здесь тоже нет никаких скоб. Вот он так вот идеально повторяет формы всей конструкции. Здесь контрабрешетка идет вниз. Соответственно, стропильная нога вот она. Брусок, который будет здесь держаться, он будет установлен сюда чуть позже. Соответственно, вместе с уплотнительной лентой Delta Shaumbant. Таким образом, у нас и торцы вот этих вот брусков яндовых защищены от влаги. Деревянная конструкция в этой зоне. Ведь конденсат весь все равно будет течь сюда. Сейчас я здесь произведу обклейку лентой и покажем финишный вариант, как получилось. Все хорошо. Продолжаем монтировать дальше. Вот такая вот у нас получилась замечательная яндова. Как еще называют, формируется вот здесь вот корыца. Сформировали ее с помощью специального клея, о котором рассказал Игорь. Честно скажу, такой способ для меня новый. Потому что привык работать с бруском. Но с вот этим вот клеем более технологично получается работа. И меньше тратишь времени на формирование вот этого вот угла 90 градусов. Когда ты вынужден поджимать бруском сюда, соответственно, забивать скобу степлером. И контролировать, опять же, одновременно этот процесс, чтобы не было никаких складок. Здесь нанес клей, как вы все видели. Раскатал мембрану и спокойно совершенно ее приклеил. Узел здесь действительно достаточно сложный, поскольку здесь идет вывод яндовый у нас непосредственно на скат. Вот здесь вот Игорь сейчас комментарий даст сам относительно вот этой закладной детали у нас. Вот здесь вот есть такое вот у нас место открытое. Но вот эта вот пленка со ската, она полностью сюда заведена. И, соответственно, с точки зрения воздухонепроницаемости у нас все загерметизировано. Но смысл детали здесь есть. Про нее расскажет Игорь. Вот так она выглядит. Вся водичка будет уходить полностью сюда. Что из недоделанных работ? Сразу поясню. Работы пока промежуточные. Поэтому не удивляйтесь, у нас здесь отсутствует капельник конденсата. Мы его, естественно, обязательно поставим. Ну и, соответственно, здесь будет у нас установлена лобовая доска. Сейчас у нас основная задача это сформировать гидроизоляционный подкроенный слой. Для того, чтобы уже защитить здание от осадков. И спокойно продолжать другие, в том числе и плотницкие работы. Игорь. Ну, как и сказал Дмитрий. Слово тебе. Да, спасибо. Как и сказал Дмитрий, в этом месте у нас, ну, может показаться с вида слишком сложно. Но, тем не менее, это очень надежно и необходимо сделать. Гидроизоляционный слой поднимается наверх на ближайшую стропильную ногу. Но под яндовую пленку мы установили закладную деталь, которая обошла эту доску и спустилась и на этот скат, и на этот скат. Из-за того, что прямой лист пленки сгибается, образуется вот такая вот складка. Ничего страшного в этом нет. Это очень похоже на то, как выполняется примыкание, например, к каким-нибудь трубам по фальцевому методу. То же самое. Там есть такие же отвороты. Он нам не мешает. Водичка будет спокойно стекать. Под низом есть еще один слой. А все сверху проклеено. Проклеено с помощью клея Delta Easy Fix. На видео это будет видно. Он наносится. Поверхность сразу становится липкая. Мы наносим сверху ленту, продавливаем ее, проглаживаем. Использовали фен, так как сейчас на улице минусовая температура и идет постоянно снег, чтобы туда ничего внутрь не попадало. И получился вот такой вот узел. Да, непростой, но это действительно, возможно, самый сложный узел на кровли, когда яндова выходит на скат. При этом в нашем случае получилось, что она выходит на изломанный скат. Еще дополнительный уровень сложности. Здесь также было проклеено на Easy Fix и Multiband. Отодвинули немножко этот лайнер, чтобы не мешал проклеивать. Внимание всегда к деталям. Если бы мы просто проклеили поверху, здесь бы образовалась неплотность. Это неправильно. Все, яндова закреплена только на клее, ее никуда не сдувает, нет никакой механической фиксации, соответственно, нет перфорации. Очень классное, надежное решение. Пробуйте, используйте, любите и жалуйте. И пару слов еще скажу по поводу самой пленки. Вот, обратите внимание, вот этот вот нахлест у нас склеен с помощью вот этих встроенных лент. Количество вот этих нахлестов по сравнению с проклейкой односторонней лентой на всей кровли в несколько раз больше. Для того, чтобы вам сэкономить время и сделать более качественный узел, обязательно берите пленки со встроенной клейкой лентой. Это сверхнадежное решение. Не нужно ничего подогревать феном, даже сейчас в минус, в пургу, в метель. Идеально. Да, что касается по работе с феном, конечно, приходилось здесь несколько вот мест. Да, Игорь предварительно прогревал. Ребят, ну, рекомендация делать это крайне очень осторожно, на минимальной температуре, чтобы не повредить ни в коем случае саму пленку, саму непосредственную мембрану. То есть, небольшой такой легкой температурой немного просто разогревать сам материал, чтобы он был теплый и хорошо, собственно, клеился. Вот это место у нас остается сейчас доделать. Ну, собственно, мы смиромировали яндовую. И сейчас приступим к укладке уже основной гидроизоляции. Всю гидроизоляцию будем доводить, непосредственно подводить к яндове. И вот здесь вот так же приклеиваться с помощью клея Изификс и мультибэнда. Ну, конечно, вот в этом месте тоже понадобится использовать фен, поскольку погода уже не позволяет без него работать и качественно приклеивать материал. Как вот здесь мы продолжим? Вот здесь вот контурбрус мы снимем, сделаем стык, соответственно, мембраны вот в этом месте и заведем ее уже непосредственно у нас на яндову, чтобы вот это вот место у нас дополнительно было перекрыто и было абсолютно герметично. Ну, а сверху все просто, как у нас идет. Клеевая полоса, перехлест полотен доводим, обрезаем и приклеиваем. Вот такие вот работы мы провели. Друзья, надеюсь, данное видео будет для вас полезным. Спасибо огромное Игорю, что он уделил время и показал нам работу с таким замечательным клеем в спреи, как Изификс. Друзья, всем пока. До скорых встреч. До скорых встреч.